Вот как выглядит такой супермаркет с названием Surplus. Он не очень отличается от всяких там лоукостеров типа Aldi, Lidl, но здесь продается именно то, от чего другие отказываются. Из-за Verfallsdatum. Это такое немецкое слово, которое переводится как дата, когда истекает срок годности продукта. Многие не разбираются, думают, ух, смотри, продукт уже просрочен, я его лучше не буду есть. А мы тут в Surplus хотим, чтобы у людей развивалось осознание, что нецелесообразная трата продуктов, это касается нас всех, и что лучше бы они доверяли своим инстинктам. Особенность в том, что это продукты, которые, как правило, еще вполне съедобны, да может быть просрочен срок годности, но это еще не означает, что это надо выбросить. Клиентов интересует не только философия супермаркета, но и финансовая сторона. Продукты тут стоят примерно в два раза меньше, чем в обычном супермаркете. На первый супермаркет фельмер собрал деньги через краудфандинг, а потом открыл еще два филиала в Берлине. Кстати, название Surplus или Surplus – это игра слов с английским surplus, что переводится как «избыток». Закупается фельмер и его коллеги в больших сетях, как метро, но и прямо у фермеров. Но фельмеру важно уточнить, что они не крадут продукты у других благотворителей, например, у Berliner Tafel. Это организация, которая в супермаркете бесплатно дает продукты, и которая раздает их нуждающимся. Мы спасаем лишние продукты, которые накопились у производителей, то есть у фермеров и торговцев. Но мы увозим только то, что Тафель не берет по разным причинам. Нам важно, что Тафель все еще спасает еду и предоставляет нуждающимся. Мы хотим своими супермаркетами Surplus сделать спасение еды мейнстримом, чтобы все могли в этом участвовать. Немецкие политики, между прочим, тоже уделили внимание этой теме. В пятницу Юлия Клёкнер, министр сельского хозяйства в Берлине, даст старт кампании по спасению продуктов. Ее название «Чувствовать, пробовать, наслаждаться, спасать ценное». Субтитры создавал DimaTorzok